2 миллиарда 369 миллионов рублей. Такова величина Дорожного фонда в 2013 году. На что конкретно потратят эти деньги, журналистам рассказали на пресс-конференции. С 25 февраля Департамент Дорожного хозяйства приступил к мониторингу автодорог. Самые разбитые и непригодные для езды берут на карандаш. Общественность призывают к тому же. Можно, собственно говоря, подсказывать, даже призывать. У нас есть очень активные блогеры и активные читатели и зрители. Если они уже, передвигаясь по привычным своим маршрутам на территории области, видят такие места, нужно уже сегодня доводить до сведения Департамента о том, что те или иные места потребуют более пристального внимания. В апреле в регионе введут ограничения для большегрузов, которые создают нагрузку более 6 тонн на ось. Запрет будет действовать 30 дней. Контролироваться будет соответствующими службами. Для этого у нас есть и госавтоинспекция. За это полагается штраф. В этом году средства Дорожного фонда будут распределены примерно как и в 2012-м. Отремонтируют внутридворовые территории, районные и сельские дороги. Самую крупную сумму, более 500 миллионов рублей, направят на строительство и ремонт дорог общего пользования местного значения. Завершат реконструкцию в Палихе и Приволжске, приступят к строительству дороги Шевригина-Хрепелово в Родниковском районе. Будет составлена проектно-смертная документация для многострадального Авдотинского моста. Вероятнее всего, что в 2014 году его заменят. Отдельно стоит сказать про трассу Иваново-Кохма. Теперь она на балансе Департамента дорожного хозяйства. В этом году участок отремонтируют и расширят. Это будет три полосы сейчас. Не две, а три. Она расширится, это во-первых. Во-вторых, к сожалению, вдоль этой дороги Ивановский район в свое время повыделял земли для различных объектов. И теперь раздвигаться и приводить эту дорогу в то состояние, которое бы мы хотели, достаточно сложно. Но одну полосу мы прикидывали, что мы, наверное, сможем обеспечить. Также Департамент берет на себя обязательство отремонтировать центральную улицу Кохмы, Ивановскую. На эти цели предусмотрено 27 миллионов рублей. Что касаемо областного центра, то его попробуют хотя бы немного разгрузить от пробок. Отремонтируют дорогу по улице Генерала Хлебникова. Это попытка создать альтернативу проспекту строителей. Также ремонт ожидается и на улице Зверева, по которой будут объезжать проспект Ленина.